Доброе утро всем! У нас вот такое утро. Это там море, его вообще не видно, потому что там ни шторма, ни ветерка, ничего. В общем, я иду на работку, как всегда. Хватит отдыхать. Сейчас приду. У меня сейчас есть клиенты, потом вам расскажу, как вчера отдохнула, чем занималась. Хотя, в принципе, ничем не занималась. В общем, сначала дойдем до работы. Свет в конце туннеля. Взяла мясо, на завтра сделаю говядину и вот такие крокетасы взяла. Это косидо. Косидо это такой суп, бульон. Когда варят в Испании бульон, там очень много-много всякого мяса вкладывают. И говядины, и курицу, и свинину. И вот потом из этого мяса делают вот такие крокетасы. И это обычный куриный. Вот. А еще купила вот такие вот вкусные оливки. Ням-ням. В общем, сейчас буду быстренько готовить. У меня уже все там разогревается. И будем кушать. Праздники праздниками, но пора уже убрать, разобрать, постель поменять. Поэтому кольца спрятать. Кстати, мои обручальные кольца, как вы могли бы заметить, наверное, не носим. Я тоже его не ношу. Я вот это надела. Это спаси и сохрани из церкви. Во-первых, они у нас широкие. Смотрите, вот. Видите? И у меня, когда под него попадает краска или еще что-то, то возникает аллергия. Вот. И разъедает все прям под пальцем. Поэтому я его не ношу. Муж тоже не носит. Потому что, ну, вот мы одели на праздник их. И вчера он мне говорит, на, говорит, бери мне. Оно мне мешает. И, в общем, мы его не носим, кольца обручальные. А еще, смотрите. Я тут, ну, я их прячу, естественно, все в коробочке. Вот в этой у меня коробочке. Тоже какое-то золото лежит. А это у меня обручальные кольца родителей. Я не знаю, куда их деть, что с ними сделать. Не знаю. Вот они лежат и лежат. Вроде бы как одевать. Но как-то не знаю. Пускай лежат. Хлеба не просят. А еще я вспомнила мне на 25 лет. Муж подарил на день рождения кольцо и серьги. И вот он писал, смотрите. С днем рождения. Это его так зовут. Вот это типа он. И смотрите. 25 лет. Ой, пас. Сегодня мир. Ну, я любительница была поругаться. Или мы поругались до этого. И вот что, типа, в этот день надо было это. Вести себя хорошо. Вот он мне подарил в такой коробочке. Сам ее написал. Но тут уже что-то другое лежит. А тут уже золото такое русское. Браслет какой-то непонятный. Я особо золота сейчас не ношу. Знаете, поэтому как бы... Я раньше очень любила золото в России. Прям помню, я не знаю. У меня было 150 перстней, 150 колец. И потом как-то от этого отошла, отошла. И все, золота уже не ношу. Даже не серьги, представляете. Мне как-то серебро больше нравится. Мне как-то оно больше красивее, что ли. Или не знаю почему. Хотя вот тут золотая цепочка висит. Ну, и крестик на ней не золотой, а серебряный. В общем, да. Есть кое-какое золотишко, конечно, как у всей... У каждой русской девочки, мне кажется, у нас у каждого есть золото. Вот. Но я его не ношу. У меня есть браслеты золотые, серьги, кольца. Ну, не знаю, как-то это... Не знаю, не люблю. В общем, вот так. Пошла я сейчас машинку поставлю стирать. Потом постель сейчас поменяю. У меня сейчас там черный поставится. И пропылесосим немножечко. Потом я записалась в спортзал на два занятия. Обязательно надо еще в банк сходить. В общем, дела кое-какие есть сегодня, да. И чай попить. Обязательно попить нужно чай. В общем, мы приехали в мебельный магазин, чтобы посмотреть какое-нибудь кресло. Хотим сменить кресло, которое у нас есть. И вот сейчас посмотрим, что тут есть. Где-то диван покупали свой. Еще что-то там. Видите, тут разные диваны. Ну, вообще, мебельный обычный магазин. Здесь мне нравится. Здесь все есть. Там кресло, вон там, находится. Я что-то, знаете, с тормозила. Мне надо было купить двух... В общем, муж не любит на креслах, ну и на диванах сидеть. Он любит кресла. И мне надо было какой-нибудь диван купить. Такой двухместный. И кресло такое же. Тут кресло, конечно, по-моему, не очень выбор. Посмотрим. Че почем. Хоккей с мячом. Но эти, конечно, точно нет. Хотя я его все равно буду заправлять. В общем, будем смотреть. Что-то нам никакое не нравится. Ну, в принципе, как обычно. Такие вот разные кресла. Диваны. Можно, конечно, кровать посмотреть. Не мне в спальню, а в другую спальню. Но я хочу кровать такую, что прям вот... Тоже в мыслях какая-то есть. И вот такую. Ой, блин. Матрасы. Вот, кстати, нам тоже нужен матрас. Кровать. Такая одна спалка. Вот, чтобы она была... Снизу можно было убирать все. Ну, типа такой. Но только там я хотела бы, чтобы ящики были такие доставать. Ящики. У меня такая в спальне. Там, как говорят, каталог какой-то еще. Можно в каталоге посмотреть. Также здесь можно купить вот такую тачку. 139. А вот сейчас на подарки. Вообще шикарно. Футболин. Футбол играть тоже классно. Очень много. Называется Касси Гратис. Ну, конечно, почти бесплатно. Не совсем бесплатно. Бесекарно. Велик. Ой, тут всякие эти есть. Тренажеры, смотрите. Там не хухрый-мухрый. Так вот. А я хожу. Деньги плачу. Спортзал. Ну, если они бы дома стояли, то, естественно, в них заниматься-то неохота. Дома надо пинка давать, чтобы заниматься. Ну, а даже вот это вот 10 евро стоит, прикиньте. Прикольно. Машинки стиральные. Доски гладильные. В общем, здесь всё-всё-всё есть. Прикольно. Секадор. Это, наверное, сушка. Кстати, пылесосы такие. Без кабеля, наверное, нет. Так вот. Плиты, микроволновки. Кстати, я смотрела здесь свою плиту себе, но не находила. Сковородки тоже есть. Вот разные. Цены вот 16 сантиметров 10 евро, 18 сантиметров 11 евро. Мне вот такой надо. Сколько здесь 16 сантиметров? 10 евро такая. Для жарки яйца. В общем, ничего мы не нашли тут. Пойдём дальше. В общем, поставила говядину. Там она немного вина добавила. Пожарила сначала, обжарила. Потом добавила вина. Чтобы помягче стало, знаете. Вот пришла уже в спортзал. Хорошо так позанималась. Все шлаки мои вредные вышли из меня. С праздника, которые остались. Ой, сегодня так напотелось вообще. Потом ещё и в сауну сходила. В общем, зашибись. Пока будет дождь сейчас резать овощи. Расскажу вам, как мы вчера погуляли. Видеть-то вы видели. А моё, как говорится, мнение субъективное, вы же не знаете. Понравилось, не понравилось. В общем, насчёт еды, да. Еды было как бы это сказать. Мы сразу такие, когда увидели порции, как Танька говорила. Они красивые, но они маленькие. Вот. И мы думали, что мы проголодаемся нафиг. Поэтому мы у детей всё схватили, там, что у них осталось. Чтобы всё это не выкидывалось. Блин, лук-то у меня совсем нет. Ну ладно. Без лука. Лук-то есть немного не того. Вот. Но потом, когда принесли мясо, вроде бы нормально всё. Вроде бы наелись. Вот. Мы-то как же, днём же не очень ели. Ну, чтобы, типа, мы же ужинать пойдём. Вот. А когда увидели порции, и прям все испугались. Думаю, ну, блин. Ну, не, нормально всё было. Вот. Конечно, немного всё это длинно, длинно, медленно длилось. Ну, блин, 800 человек, конечно. Вот. Это было очень много. Вот. Что, вот. Ну, хотя, знаете, 800 человек, но было так вот как-то кулюторно. Кулюторно, скажем так, по-домашнему. Никто никому не мешал. Когда вышли танцевать, там вообще прям мне очень понравилось. Я вообще любитель позажечь, так скажем, под хорошую музыку. Там вообще класс. И никто никому не мешал. На пятки не наступал. В общем, было всё классно. И гуляли мы, видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Да, мы где-то, ну, я домой пришла в 5.30. Прикиньте. И, естественно, я вчера вообще почти целый день спала. Ну, так, не спала, а, скажем так, отдыхала. Мы даже никуда не выходили вчера вообще. Сидели дома. Телек смотрели в ютубе. Если честно, я даже с кровати не вставала. Я всё это делала на кровати. Вот. Но нормально. Конечно, было немножко хероватенько, потому что я свинцом переборщила. Немного. Тем более, что я, как бы, не это, не выпивоха. Я не выпивоха не из-за того, что я уже говорила, что там мне не нравится. Или что-то просто у меня тяжёлое очень похмелье. Ой, блин. Поэтому я стараюсь не пить. Ну, его нафиг. Ну, вот, расслабилась один день. Но мне очень понравилось, как мы плясали, как выплясывали. У меня было вообще видео на два часа, представляете? Я сегодня вот монтировала, монтировала, вырезала, срезала. Всё самое интересное оставляла. Вот. Нет, ну, конечно, всё самое интересное это танцы, шмансы и всё такое. Но так как музыку нужно было вставлять мою, то это уже, как говорится, не имело такого... Ну, не имело уже смысла, как бы, особенно фонотека от Ютуба. Там такая музыка, что, блин, мама не горюй, она совершенно не подходит под наш ритм. Вот. Но, не знаю, как девчонки, но в следующем году я бы повторила бы ради того только, ну, чтобы... Ну, да, и ужин, всё, как говорится, цивильно было. Девчонки там приготовили конкурсы разные. В общем, да. В общем, классно отметили. Вот. Сегодня я ещё хорошо так позанималась, что прямо это... Чтобы всё это из меня, знаете, вышло. В сауне сидела, блин, вся такая сижу, обтекаю. И народу много, знаете. Я думала, мало придут народу на спортзал. Нет, люди ходят, занимаются. В общем-то... В общем, знаете, чему уже надоели эти праздники? Я хочу, чтобы они быстрее прошли. И начались скидки, потому что после праздников начинаются скидки у нас. Вот. Мы пойдём, может быть, я хочу в первую очередь купить. Я думала, ничего на скидках не буду покупать, но... У меня один кроссовок здесь очень неудобный. Вот чуть к пятке подходя, там как-то, знаете, не жмёт, но... Видно, что как-то мне потом болит это место. Поэтому мне нужны новые кроссовки. Хочу купить какие-нибудь хорошие. Вот. Чтобы прям удобные, удобные были. Ну вот, хотим ещё видеть... Это кресло купить какое-нибудь в планах, да. Ну, это всё в планах. Скорее бы пришли скидки. И мы бы всё... Ездили бы на скидки. Так что вот так вот погуляли. Вообще шикарно, шикарно. Ну, когда народу больше, знаете, когда много народа, создаётся такая праздничная уже атмосфера, что вот все гуляют, все там... Вообще... Ну, как-то по-другому всё, да. Даже вот если ты соберёшься в своей компании, вот там мы с девчонками собираемся, всё равно не то. Создаётся атмосфера какая-то, ну, другая совершенно, чем вот в людях, так скажем. Кстати, у нас вот такие вот залы. В любом отеле, таком, более-менее хорошем, есть такие залы, банкетные залы, где есть свадьбы, делают, где вот делают всякие, ну, всевозможные мероприятия. Вот. И также на Новый год почти все отели предлагают вот такие услуги. Ужин и потом вот у них идёт дискотека там с диджеями. И, конечно, на Новый год всё намного-намного лучше. Там и диджеи, и развлекаловки всякие. Конечно, за 30 евро тебе не будут тут. И то, блин, за 30 евро нормально. На Новый год в этом же самом отеле стоит уже 130 евро. Представляете, ужин. И вот потом, ну, туда входит выпивка вся. Вот что-то. Ну, и что мы выпьем? Ну, выпила я вот... Здесь не, знаете... Ну, можно пить рюмки. Я даже не знаю, сколько они стоят. Ну, такие, как вот мы привыкли пить, да. Здесь продают, наливают немного коктейли, алкоголь. И там либо фанту, либо кока-колу. Вот так вот всё смешивают. И вот один такой коктейль стоит 5 евро. Ну, вот выпили мы один коктейль, и всё. Вот он мне гад. И всю масти перепортил. Вот, поэтому, как бы, 130 евро за один коктейль. Ну, нет, там ещё всякие Дед Морозы. Просто вот, когда я на свадьбе, в этом же самом отеле мы гуляли. Там было классно, классно тоже. Диджей там развлекал, знаете, вот прям вот праздник создавал, скажем так. Ну, вообще классно погуляли. Спасибо вам за комментарии. Я вижу, что вам тоже понравился наш праздник. наш, как говорится, зажигать. Вы любите зажигать. Если же зажжём, так зажжём. Так что буду я доготавливать. Время уже довольно-таки позднее. Говядина, она должна, в общем, поготовиться, чтобы быть мягкой. Потом добавлю овощи. И в конце, наверное, сметаны. Чтобы всё это было так вкусненько. Вот, и встретимся с вами завтра. Будет день и будет пища. Что завтра будет, даже не знаю. Работа. Ты первая. И сумба, кстати, записалась. И сумба. А что ещё будет? Подписывайтесь, и вы обязательно об этом узнаете. Я вам самым лучшим. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok